На Ямал в 2020 году приехали работать более 200 врачей. Таким образом, окружное здравоохранение решает проблему медицинских кадров. Об этом написал в аккаунтах своих социальных сетей губернатор Дмитрий Артюхов. В Муравленковскую больницу трудоустроились за год 11 врачей, 13 медсестер и фельдшеров. Подробности у Анастасии Поповой. Самое большое кадровое пополнение произошло в женской консультации. Сюда за последний год трудоустроились сразу три врача, акушера, гинеколога. Минара Алиева переехала в Муравленко из Амурской области, Благовещенска. На север она приехала вслед за мужем полгода назад. Работу нашла без проблем. Молодой врач, выпускница Амурской государственной медакадемии, ординатуру проходила в Благовещенске. Сейчас полученные знания Минара Алиева применяет на практике в Муравленко. Работаем и с беременными, и с гинекологическими больными. У меня с утра беременные идут. С 10 до 12 беременные. Дальше уже гинекологический прием у меня идет. Потом повторные. Кто уже был, повторная явочка. Альбина Шарафуддинова, врач-акушер-гинеколог, родилась в семье медиков и пошла по стопам своей мамы. Она много лет отработала в женской консультации Муравленко. Девушка получила образование в Башкирском государственном медуниверситете. А ординатуру окончила в Тюмени. Вот уже месяц она трудится на Ямале в родном городе. На четвертом курсе было акушерство. Там преподаватель такая строгая и сильно заинтересовала в этом предмете. Все пациенты благодарны. Все доброжелательны. Поток большой. Женщины приходят. В этом году в Ямальские больницы приехали работать 236 врачей. Чтобы лучшие медицинские работники выбирали наш регион, для них предусмотрены различные меры поддержки. Так, полные северные они получают с первого дня работы. Также им компенсируют 40% от стоимости новой квартиры и выплачивают подъемные в размере 1 миллиона рублей. Особое внимание уделяют ямальским выпускникам, студентам-целевикам, которые учатся в медицинских вузах страны. Со следующего года лучшие из них, кто учится на отлично и хорошо, будут получать именную стипендию в размере 10 тысяч рублей. После окончания ординатуры стипендиаты должны отработать в медучреждениях Ямала минимум 5 лет. Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов на своих страницах в соцсетях отметил, что на Ямале всегда будут поддерживать молодых специалистов, которые получили хорошее образование и готовы добросовестно трудиться на Ямале. Анастасия Попова, Петр Князев, Новости Муравленко.